Всем привет! Мы с вами снова в магазине Икеа Нижний Новгород. Сегодняшний обзор посвящен коврикам, коврикам для детской. Снимаем мы его по просьбе нашей подписчицы. Нужны коврики именно в розовых цветах. Заодно мы покажем вам все коврики, которые есть в детской, и возьмем взрослую серию с розовыми оттенками. Давайте смотреть, что нам Икеа предлагает. Первый коврик это ковер RoomNet, ковер с коротким ворсом 100 на 133. Стоит он 799 рублей на данный момент в Нижнем Новгороде. Вот его описание и артикульный номер. Сам коврик. Помимо того, что я вам просто их покажу, я хочу вам рассказать о качестве данных ковриков, то есть сравнить их между собой, какие плотнее, какие тоньше, плюсы-минусы. Потому что вот эту картинку вы также видите и на сайте. То есть она также подробно, четко, ярко представлена. Следующий ковер Rar Ring. 133 на 160. Цвет розовый. Стоит 2,499. И сразу хочу сравнить их, потому что даже по тактильным ощущениям, подержав в руке каждый, они отличаются. Отличаются и толщиной, и плотностью, и фактурой. Вот более бюджетный коврик, его окантовка, толщина окантовки. Сами вот эти барашки. Причем у него такой именно короткий ворс барашком. То есть он как бы петель, не барашком, а петельками. Толщина у него. И вот более дорогой коврик. Здесь подкладка поплотнее. Ворс уже не барашками, а такими вот как бы ворсинками. Сейчас пытаюсь вам их соединить, чтобы показать толщину. Изменяюсь сразу за бегающую камеру. Одной рукой сложновато. Вот толщина. Вот так вот видно, что более бюджетный коврик, он гораздо тоньше. То есть фактически он будет только декоративную функцию нести. На нем не особо не поиграть. Но если вы пользуетесь уже активно данным ковриком, у вас с ним все в порядке, пожалуйста, поделитесь с нами. Давайте вот сейчас сравним их именно по фактуре, по толщине. Сейчас покажу сам ковер поближе. Вот он. Он большего размера, конечно, уже. Про размер я вам сказала заранее. Цвет у него такой хороший, розово-пудровый. Серо-бежевая окантовочка по краям. И такие серые точечки вкрапления. Вот пытаюсь показать вам ворсинку. Да, вот так вот более-менее видно. Вот, видите? А здесь вот такие вот петельки барашки. В чем минус? Просто мы, например, таким ковриком уже пользовались в детской. Не получается сильно увеличить. К чему говорю? Мы пользовались уже таким ковриком в детской. И у нас вот эти вот все в петельках дергались они. То есть вот прямо вот выдирались и постоянные зацепки были. Следующий ковер. Химмахоз. 1699, 133 на 130. 33 квадратный зеленый. Плотный мягкий ворс. Поглощает звуки. По нему приятно ходить. Розового, к сожалению, на данном коврике нет. Вот он такой же толстенький, плотненький. Хорошая окантовка. Более мягкий. Но по цвету он не совсем подходит нашей подписчице. Хотя, если у вас детская в таком стиле, коврик очень интересный. Домики по краям с двух сторон. Дальше лото. Вот у него тоже такой вот ворс. Не барашками, а ворсинками короткими. Стоит 1999. Он заявлен как новинка. 120 на 160. Сразу скажу, буду более подробно все-таки рассказывать про розовые. Остальные просто показывать. Ну и про качество уделять немножко времени. Такое вот ярко-оранжевое пятно. Остальное это из пастельной тона. Следующий ковер Стан Десель. 130 на 133. Вот такой мы тоже пробовали. В этот момент как раз завели собаку. И ой! Вот коврик был изодран буквально в считанные дни. Причем не специально. Просто животное по нему идет и зацепается когтями. Хотя когаточки маленькие. И стрижены за вот эти вот ворсинки. И все это выдирается. Еще один красавец розовый. Но его пока нет. Химмельск. 2,199 он стоит. У него его описание. Артикульный номер. Хороший, плотненький. Ну вот они получается разделены на две серии. То есть такие вот с глубоким ворсом, плотненьким, длинными ворсинками. Но не совсем как длинные, удлиненные такие ковры для гостиных, для спален взрослых. И маленькие барашки, как вот первый коврик, потом коврик с домиками, с дорогой. Конечно, идеальный ковер именно в розовом цвете. Здесь все оттенки розового собраны. Вот описание, размер его. Следующий ковер. Химмельск тоже. 133 на 160. В сером цвете. Серые звезды. Он точно такой же, как и розовый. Тоже стоит 2,199. Следующий коврик у нас будет. Стил Самт. 133 на 140. Здесь розовый, белый и желтый. Ну, желтый прям очень такой вот ядреный. Даже не желтый, какой-то зеленоватый-желтоватый оттенок. Но тоже приятный коврик. Кстати, хочу услышать ваши комментарии в описании к видео. Какими ковриками из Икеи пользуетесь вы и насколько они вам нравятся. Вот здесь получилось показать ворсинку поближе, чтобы было понимание, в чем разница между этой петелькой и ворсинкой. Еще один Химмельск, только уже в голубом цвете. Тоже звезды. Это прям оптимальный такой Химмельск. Красивые переходы цветовые. 2,199. Артикульный номер данного коврика. Стилсамк, еще один. 133 на 140. Вот видите, как играет ковер, когда цвет хорошо подобран. То есть здесь переход из синий-серого, он такой, ну, более благородный, что ли, получился, чем вот розовый с желтым. Но мое мнение может отличаться от вашего. И каждый пользуется тем, что ему нравится. Еще одна серия ковров. Это третья серия по плотности, ну, по фактуре вообще. Венс Каплик, 133 на 133, квадратный коврик. Есть еще вариант другой по цвету. 2000 стоит без рубля. Артикульный номер. И сейчас я вам его более подробно покажу. Такой вот ковер. Он гладкий. Он не ворсистый. Ну, розового, конечно, здесь практически даже и, можно сказать, нет. Оранжевые и зеленые тона. То его плотность, толщина, окантовка. Знаете, на что похож? Ближе к какой-то такой велюровой ткани, но немножко рыхловатый. Он вот именно мягенький. Вот такой более комфортный. Никак не получается мне его прям вот эту ворсинку его поймать, чтобы видно было крупно. Но вот придется поверить вам, что он более такой, более нежный к рукам. Не могу сказать, насколько удобно за ним ухаживать, потому что забывается, что за гладкими ковриками проблематично там их пылесосить и так далее. У кого такой коврик уже есть, пожалуйста, расскажите нам про него в комментариях. Будет очень полезно всем. Вот еще один коврик из этой же серии. Он стоит 2000. Здесь уже такой приятный розовый оттенок присутствует. Бежевый, зеленый, серые цвета, голубые. Это все есть. Симпатичные очень коврики. Они такие более нежные. Но опять же, на любителей. Если вам понравится такая вот гладкая фактура без ворсинок, без всего, то я думаю, вам он подойдет. Еще один коврик из серии Lato. Это же новинка. Разноцветный. 133 на 140. Сейчас передвину артикульный номер. Так, вот, значит, все циферки, буковки. Давайте смотреть, какой. Ну, конечно, увы, розового здесь нет. Такая шахматная разноцветная доска. Зеленая окантовка. Он примерно из тех же серий, как вот коврики, которые подороже. Еще один химмохоз. Только уже в виде классиков. От 1 до 10. Увы, он очень высоко повешен. И мы видим только его до циферки 6. Он подлинше, но поуже. 100 на 1,60. Стоит 1499. То есть, помимо функционала коврик, он еще как бы игровую зону делает. Старабо коврик зеленый. Кстати, он тоже по плотности, как вот бюджетные коврики. Но почему-то вот из него петельки не выдергиваются. У нас он тоже уже давненько. Ну, как давненько лежит? Может быть, месяца два-три. Как они появились? Ну, и как появились? Не особо давно мы его купили. Пользуемся. И собака по нему бегает. И активно мы на нем играем. Ничего, кстати, с данным ковриком. Мы его уже стирали в стиральной машинке. В идеале. Вот как бы парадокс, да? Вроде бы примерно одинаковый по качеству. Но вот он как-то более мягкий, что ли, по сравнению... Сейчас. По сравнению с двумя предыдущими ковриками из бюджетной серии, вот этот как-то такой, по ощущению, более стеклянный, более жесткий. Их когда рядом, как бы вот далеко, когда они друг от друга не сильно заметны, а когда рядом они находятся, вот прям сильно видно, что они отличаются. Еще один коврик из серии Венс Каплик 1499, 80 на 160. То есть такой вот длинный, узкий коврик. Та же серия, тоже такой вот он гладенький, нежненький. Тоже есть немножечко розового. Ну, больше, конечно, доминирующий зеленый цвет. Я думаю, вот так вот более-менее видно все-таки вот эту фактуру. Хеммохоз. Красоты маленькие, 50 на 75. Сейчас они в Нижнем Новгороде по скидке, 1999. Такие две розовые дверки и окошко. Но здесь уже другое качество. Здесь какие-то и не барашки, и не срезанный ворс. Вот эти коврики. Есть еще вот такие сердечки. Сейчас попробую их расправить, чтобы поудобнее было смотреть. Как-то они вот так все боком криво висят. Ладно, давайте смотреть. Серия вроде бы Венскаплик, но почему-то фактура совершенно другая. Розовое сердечко, бело-розовое, и бело-голубое. Вот так вот более-менее видно. 249 рублей. Они небольшие, прикроватные. Вот видите, как бы серия одна, да, а фактура совершенно разная. Что, детские коврики мы с вами посмотрели все. Теперь пойдемте во взрослые. Ну что, вот мы с вами во взрослом отделе. Такие уже большие полноценные ковры. Но я думаю, их стоит тоже рассмотреть. Будем искать там, где есть оттенки розового. Значит, ковер Хальвет. 170 на 240. Ручная работа. Шерсть. С обалденной скидкой. Сейчас он стоит 6 вместо 13. У кого есть желание прикупить такой ковер, не упустите возможность. Такие вот разные оттенки розового присутствуют. Он весь из полосочек состоит. Конечно, да, ковры все равно висят высоковато. И смотрим, как есть. Вот все эти полоски, все переходы. Такая вот полосатость. Он полностью двухсторонний. Можно использовать и с той, и с другой стороны. Но учитывайте, покупая натуральный ковер шерстяной, за ним нужно определенным образом ухаживать. Если хотите, чтобы он долго у вас пожил. Вот его толщина. Он такой плотненький. Чуть поменьше полсантиметра, наверное. Либо ближе к полсантиметрам будет. Вот этот коврик. Так, наверное, получше будет видно. Следующий рамцо. 170 на 240. Тоже ручной работы. Тоже шерстяной. И тоже с хорошей скидкой. Вместо 10 он стоит 7. Ну, 3000. Все-таки неплохая экономия. Тоже полоска. Но такого розового уже больно не присутствует. Ну, вот Хэмптон. Ярко-розовый. То есть, прям вот именно розовый-розовый. Они есть большие и маленькие. Длинный ворс. Он на неплохой основе. То есть, он не лезет особо там. Он очень быстро приминается. Вот сейчас попробую вам где-нибудь сфокусировать длину вот этой ворсинки и толщину. Не особо удачно. За счет того, что он, наверное, может быть розовый. Ну, в общем, вот такие вот. Много длинных таких волосков. Он не плотный. И за ним все-таки сложновато ухаживать. Сейчас попробую найти его еще где-то. Нет, больше он нигде не представлен. Вот, смотрите. Еще один коврик. Одум. Ну, он почти розовый. Как бы заявлен он серо-розовым. Давайте сейчас его найдем на выставке. Ага. Вот этот ковер. Одум. Два размера у него есть. Светло-коричнево-розовый. Ну, немножечко розоватого есть. Цена у него тоже сейчас с неплохой скидкой. Вот одум уже более комфортный. У него более плотный такой набитый ворс. Основа у него, как у Хэмптона. Все хорошо, плотно провязано. Но вот эта ворсинка их больше. Они покороче. И он уже не приминается. В нем не застревает мусор. И он так как бы вот... За счет того, что он не приминается, он не лысеет. Не совсем, конечно, удачно камеру передают. Почему-то он какой-то больше коричневый получается. В магазине он в определенных местах. Еще и священие, наверное, все-таки влияет. Такой вот розоватый воздает. Если данное видео было вам полезно, не забывайте ставить нам лайк. Приятно. И до новых встреч.